Гирефорды – мясная порода коров. Гирефордская порода коров – крупные и выносливые животные мясной продуктивности, отличаются крепким здоровьем, быстрым темпом роста. Выведенные в Англии, они быстро распространились в мире и стали основой для многих пород. Показывают высокое качество мяса и убойный выход. Происхождение породы создания гирефордов относится к XVIII столетию. Породу вывели на основе тягловых быков в эпоху индустриализации. Возросший рост потребления мяса требовал повышения породных характеристик коров. С этой целью производился отбор среди животных с большей массой и лучшей скороспелостью. Отличные климатические условия, усиленное кормление и хорошее содержание способствовали отбору и формированию стада. Результатом стало получение скота, прекрасно приспособленного к выращиванию на мясо в любых условиях. С середины XIX века началось распространение коров из графства Гирефорд и сейчас эта порода занимает первое место среди мясного КРС. Влияние гирефордов на мясное скотоводство в России первой партии скота были завезены к нам в 1928 году из Англии и Уругвая. До 60-х годов возились небольшие партии, но добиться положительных результатов не удалось, неподготовленная кормовая база и неудовлетворительная. Содержание не дали адаптироваться породе в Поволжье и Казахстане. Но вместо чистопородного разведения, английских коров пустили на улучшение характеристик беспородного скота, ставшего впоследствии казахской белоголовой. Степной скот был мелким, практически в три раза уступая гирефордам, зато отлично приспособленным к суровым условиям и обладал большей выносливостью. И уже через три поколения был создан большой массив поместного скота, отличающегося внушительной скороспелостью, массой немногим меньше английских коров и лучшей приспособленностью. Чистопородное разведение гирефордской породы коров началось с завоза в Сибирь Семитысячного поголовья с 1955 по 1970 годы. А уже к 1981 году было получено больше 80 тысяч племенного скота. Сейчас эти коровы распространились по всей стране. Стандарт породы для гирефордов характерна высокая степень наследственности. Качество мяса, скороспелость и убойный выход имеют большую генетическую зависимость. Также для животных свойственна однотипная краска, большая часть породного поголовья красной масти с белой мордой, под грудком, пальцами и животом. Копыта также имеют красный цвет. Характеристики гирефордской породы места и время выведения английское графство Хирефордшир в XVIII веке мастей. Особенности экстерьера крупные животные с развитой мускулатурой и отложениями подкожного жира. Окрас красно-белый. Живая масса коровы обычно не превышает 700 кг, а быки 1 тонны промеры в холке до 145 см у коров и до 165 см у быков. Высота в крестце 125 см, косая груди 145-155 см, ширина грудной клетки 50 см направление продуктивности. Мясное удое редко превышает 1000 литров рекордные показатели. Самый массивный бык в России – Дунай. С весом в 1250 кг, а самый тяжелый в мире 1700 кг шароли из Англии Гирефорда характеризуются превосходными показателями мясной продуктивности. От маточного поголовья получаются крепкие и здоровые телята. У получаемых телочек масса до 30 кг, а быки рождаются с весом до 40 кг. Для животных свойственен быстрый набор веса – у самок в 700-900 г, а у быков – 900 000 г день. При этом нередки случаи суточного превеса до 1,5 кг. В полгода телачки уже имеют массу в 150-170 кг, а быки – до 200 кг. В году гирефорские телки достигают 300 кг, а быки – 320 кг. В это время телок впервые случают или проводят искусственное осеменение. Суточные превесы не снижаются, и рост продолжается у коров часто до 700 кг, а у быков – в 1100 год. Мясная продуктивность у гирефордов считается одной из лучших, от них получают прекрасную мраморную говядину с убойным выходом до 65%. Молочность выражена слабо, редкие коровы выдают удой свыше тонны. Жирность у гирефордского молока хорошая – 4%. Обычно весь удой тратится на телят. Особенности разведения – продуктивность гирефордов на 10-20% зависит от условий содержания и подобранного рациона. Эта порода очень отзывчива на улучшение кормления и содержания. При повышении питательности корма у гирефордов откладывается подкожный жир, расходуемый в зимний период. Также увеличивается прирост мышечной массы. Хорошие продуктивные показатели достигаются при естественно-пастбищном содержании. Главный недостаток такого метода – ограниченность применения во многих регионах России. Для этого рекомендуется его изменить, создание многолетних культурных пастбищ, посадка однолетних трав и использование пастбищ. В осенне-зимний период – использование концентратной подкормки в питательном объеме в 35%. Выпасать рекомендуется животных одного возраста. В подсосный период телят лучше содержать вместе с коровами, достигаются лучшие показатели роста. Наиболее традиционный метод содержания гирефордского скота – комбинированный, из летнего откорма на зеленой массе естественных и искусственных угодий. А в зимний – на концентратах – синие силоси. Нагул в летний период позволяет удешевить получение мяса в 1,5-2 раза. Также активный мацион увеличивает суточные привесы, обмен веществ и укрепляет организм. Правильно составленные рационы позволяют гирефорду не только набирать 1 кг в день, но и легко переносить морозы до 30 градусов. В то время как ухудшение кормления снизит на рост массы до 500 грамм, а животные будут плохо переносить слабое похолодание. Особенность породы заключается в устойчивости к морозу – животные хорошо зимуют под навесом при хорошем кормлении. В то же время малейшие сквозняки, сырость и плохой рацион снижают привесы и приводят к распространению болезней. Обустроенное логово следует регулярно очищать от навоза, стелить солому. В зимний период следует очищать и шкуру животных. При работе на ферме следует избегать громких звуков и резких движений. Похожая тема – комментарии и обсуждения.